Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатищи Ди и добро пожаловать в новое видео. Биткоин продолжает падать и сегодня достигал отметки 45 598 долларов. В этом выпуске я хочу объяснить каждому, казалось бы, очевидные вещи. Это предупреждение не только гражданам Турции, о которой сегодня пойдет речь, но вообще всей планете Земля. Начнем с того, что 16 декабря 2021 года Турецкий Центральный Банк снизил ключевую процентную ставку. И это уже четвертое понижение ставки за последние 4 месяца. Короче говоря, каждый месяц они понижают ставки. Я понятия не имею, почему они это делают, ведь для того, чтобы бороться с рекордной инфляцией, ставки нужно наоборот повышать. Обычно так центральные банки и действуют. Даже экономические обозреватели, например, Wall Street Journal, называют действия президента Турции необоснованным ничем безумием. Например, Федеральная резервная система США уже заявила о том, что в 2022 будет трижды повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. Эрдоган же делает все наоборот. Эти решения Турецкого Банка, очевидно, не очень помогли Турецкой Лире, которая за последние месяцы потеряла 50% против доллара. Посмотри, какое падение. Это просто катастрофа. Начиная с апреля, каждый месяц они печатают все больше и больше денег, как видно на этой диаграмме. И последний месяц, ноябрь, был самым рекордным в этом году. Это еще больше усугубляет ситуацию. Правительство Турции также работает над собственной цифровой валютой и именно поэтому объявило войну криптовалютам. Например, в апреле Турция запретила криптовалюту в качестве платежей. Это никак не смогло помешать туркам, которые внезапно очень полюбили биткоин. Они покупают биткоин как страховку от обесценивания собственной национальной валюты и, соответственно, собственных накоплений в этой валюте. И мы видим, как это отображается на графике биткоина против турецкой лиры. В то время, как против американского доллара биткоин падает, по отношению к турецкой лире он обновляет свои исторические вершины. И с момента предыдущего пика в мае 2021 он уже вырос на 53%. Если бы сейчас биткоин по отношению к американскому доллару вырос на 53% с вершины мая, то сейчас бы биткоин стоил 99410 долларов. Выходит, что если бы США действовали так же, как Турция, то курс биткоина достигал бы почти 100 тысяч долларов. Посмотри, как сильно отличаются эти графики биткоина против доллара и биткоина против турецкой лиры. Я думаю, что что-то подобное, как вот здесь, мы будем наблюдать и по отношению к остальным валютам по мере их девальвации. Давай посмотрим, как наращивается денежная масса в Турции за последние 14 лет. Мы видим, что она постепенно, но постоянно росла. Но в последние два года особенно быстро. Но если мы сравним это с Соединенными Штатами, еще раз, вот США, а вот Турция, мы видим, что в Штатах денежная масса растет еще быстрее, она практически вертикальная. И кто-то скажет, что сравнивать турецкую валюту с американской некорректно. Доллар же мировая резервная валюта, а экономики Турции и США несопоставимы. Но почему страны тогда изучают свои собственные цифровые валюты? К чему они готовятся? Может быть, они знают что-то, о чем не говорят публично. Почему ищут альтернативу? Почему Россия и Китай, к примеру, сокращают долларовые резервы? Посмотри на эту диаграмму. Здесь мы видим все мировые резервные валюты за 600 лет и длительность их жизни. Португалия, Испания, Голландия, Франция, Британия. Все они однажды доминировали над этим миром, и именно их валюта была мировой резервной. Но каждая из них протянула не более 129 лет. Доллар США в качестве мировой резервной валюты пребывает уже 77 лет. Может быть, поэтому они так хотят придумать цифровой доллар? Я могу ошибаться, но я убежден, что судьба каждой фиатной валюты – это то, что сейчас происходит с турецкой лирой. Соответственно, судьба биткоина – это то, что происходит с его ценой против турецкой лиры. Все фиатные валюты, в том числе и доллар США, стремится к обесцениванию. Посмотри, сегодня ты можешь купить намного меньше, чем 100 лет назад, чем 10 лет назад и даже чем каких-то 5 лет назад. 50 стаканчиков мороженого стоило всего лишь 100 рублей, каких-то 20 лет назад, а сегодня 50 стаканчиков мороженого – это уже 2000 рублей. Их цена выросла в 20 раз за 20 лет. И в последнее время мы начинаем чувствовать рост цен на товары и услуги все острее, потому что они происходят быстро, очень быстро, рекордно быстро. Темпы роста инфляции сейчас рекордные за последние 40 лет. И покажи мне альтернативу кроме биткоина. Что это может быть? Биткоин может падать сегодня, может падать весь 2022 год, но на длинной дистанции, посмотри, что с ним происходит. С нескольких центов он вырос до 50 тысяч долларов. Несмотря на все крупнейшие падения в его истории, когда его хоронили, а его хоронили полтысячи раз, он все равно вырос с трехтысячных доллара до 50 тысяч долларов. Я никогда не смогу понять, почему люди не могут подождать 10 лет и навсегда изменить свою жизнь, но при этом готовы ходить на работу 45 лет без перспективы изменить свою жизнь. И второе, что я не могу понять, как можно вообще продавать биткоин, просто из-за того, что в СМИ написали, что он где-то там запрещен. Просто потому, что кто-то, заинтересованное лицо в том, чтобы ты избавился от своих монет, через средства массовой информации пытается навязать тебе панические настроения. Я никогда не продам свой биткоин. Какую-то часть я его зафиксирую, это 100%, но какая-то часть биткоинов останется со мной навсегда. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok